Всем привет! С вами снова Илья. Обзор и прогноз криптовалютного рынка на 14 апреля. Ну что же, биткоин у нас установил новый исторический максимум, уже повторно. И мы видим, что сейчас он торгуется на отметках около 64 600 долларов. Что же касается биткоин-доминации, здесь она продолжает снижаться, что удивительно. И мы видим, что вслед за BTC растут в основном высококапитализированные монеты. Тогда как монеты с низкой капитализацией, они или в минусах, или торгуются возле нуля. Что довольно интересная тенденция. Мы видим, что доги-коин, который мы сегодня будем рассматривать, уже установил новый также исторический максимум. Биткоин-кэш, который мы рассматривали вчера, уже более 20% в моменте прибавлял. Ну и в принципе, давайте, наверное, сразу переходить уже к конкретным монетам. Мы их рассмотрим и дальше решим, что с ними делать. Сегодня также включил одну новую идею. Итак, что же касается биткоина. Здесь все сложилось довольно быстро. Мы видим, что вчера он прямо во время обзора перебил исторический максимум новый и установил. Далее мы видим, что покупатели начали работать. Я об этом писал в телеграм-канале. По отметкам около 62 500 долларов. То есть, от вот этой вот зеленой зоны мы увидели, собственно, поддержку новую и выход уже на новый исторический максимум. Уже возле 65 000 долларов. Вчера как раз в телеграм-канале вам отписывал, что следующая остановка это примерно около 64 900. По высоте фигуры, собственно, это было вычислено. А сейчас мы видим, что импульс, в принципе, установился. На мой взгляд, это уже сложно списать на какое-то сквизовое движение. И редко здесь цена будет идти по сценарию, который был у нас 15 февраля. Когда цена лишь ненадолго перебила и установила новый оттаж. А впоследствии довольно резко обвалилась и пошла в затяжную коррекцию. Сейчас мы видим, что все основные плечи здесь уже ликвидированы. И цене практически ничего не мешает идти к основной цели вот этой вот фигуры, довольно большой. К отметкам около 69 000 долларов. Вот, поэтому, что касается такой среднесрочной и долгосрочной перспективы. Практически, ну как, не практически, две цели, которые мы устанавливали, они были отработаны. И диапазон 63-64, который я вам обозначал. Именно здесь была основная остановка. Далее мы видим уже реализацию второй цели. И, собственно, осталось, а самая основная, это около 69 000 долларов. В общем, здесь как бы без особых каких-то жестких вариантов, даже без особо сильных коррекций. Единственное, что здесь меня, опять же, немного смущает. Я всегда стараюсь также рассмотреть немного худший вариант. Где... А, так это стоп-лоссы под вот этим вот покупателем. Они где-то вот в этом диапазоне расположены. Это диапазон около 61 800-62 300. Вот примерно здесь. Большое количество стопов. Те, кто начал отсюда покупать с плечами. Поэтому есть некоторая вероятность. Опять же, когда я говорю, есть некоторая вероятность, это не значит, что это обязательно произойдет. Это не обязательно значит, что нужно шортить и так далее. Просто к этому нужно быть готовым. Это есть вероятность довольно быстрого движения, такого сквизового, знаете, за буквально несколько минут резкого движения вот в этот вот красный диапазон и потом такое же восстановление. Поэтому к этому тоже необходимо быть готовым. К тому, что здесь довольно большое количество лонгистов собралось и их могут одним движением также засквизить. Однако, общее направление рынка у нас здесь без изменений. Давайте перейдем к Ripple. Здесь намного больше интересных ситуаций. Вчера он также реализовал уже нашу цель. И здесь я установил, собственно, новую зону набора. Я вижу, что по Ripple здесь продолжает работать покупатель. Он продолжает его подлавливать. Формация была практически такая же, как вот здесь и практически такая же, как вот здесь. Вот она установилась. Единственное, что здесь был вот такой вот небольшой стоп-лосс выбит. Но впоследствии от 1.73, где, на мой взгляд, сейчас основной покупатель, мы видим продолжение вот этого вот роста. Если брать за основу вот эту вот высоту фигуры, мы увидим, что около 16 центов. А значит, что следующая цель остановки, она примерно на 2.06-2.07. Где-то вот здесь лежит. Это что касается такой следующей цели по движению. Такой среднесрочной. Если мы говорим про более глобальные цели, здесь, к сожалению, уже все намного сложнее. Потому что, как бы, основная зона накопления, та вот фигура, симметричный треугольник, она уже довольно давно отработалась. И здесь мы, к сожалению, с точки зрения трейдинга, лишь можем рассчитывать на покупки возле каких-то зон покупателя и впоследствии продвижения наверх. И здесь вот так же образовалась небольшая зона покупателя. Она не очень сильная. Однако, от нее тоже, наверное, можно с небольшим стоп-лоссом поработать. Видите, здесь уже начинают его подхватывать на 1.88. И я думаю, что, например, при сбитии стоп-лоссов, которые где-то вот здесь расположены, вполне может уже новый импульс начаться. То есть, вполне вероятно, что даже не дадут рипл упасть к 1.73 и ниже. То есть, это будет происходить только в случае, опять же, агрессивного сквиза по BTC, который я вам описывал. В этом случае я бы поставил, опять же, на удачу лимитный ордер на рипл по 1.63. Это в случае сквиза наш ордер зацепит, это и стоп-лоссы, вот эти собьют. И мы будем в хорошем положении, по хорошей цене. Также мне нравится более агрессивный ордер 1.85. Вот сюда поставить лимитник. Это только в случае, если мы будем краткосрочно сбивать стоп-лоссы и дальнейшее движение наверх. От него однозначно нужен стоп. Стоп короткий, я бы сказал, что где-то на 1.80. Ну, или совсем уже довольно агрессивно. Я бы даже сказал, немного опрометчиво. Это взять прямо по уровню, то есть 1.88. Сюда просто вылепить лимитник и попробовать дотащить до цели 2.06. Вот, это что касается рипла. Пока что, с точки зрения долгосрочной перспективы, он опасений не вызывает. Я вижу, что покупатель, он потихоньку перемещается, подлавливает по ценам. И даже несмотря на то, что здесь структура кажется немного неочевидной, это просто небольшое вывивание стоп-лосса. Сам покупатель работал по 1.74 и сейчас по 1.88. Поэтому тут, как бы, какой-то опасности для дальнейшего движения рипла в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, не наблюдается. Идем дальше. Следующее это... Так, зачем я его взял? Ну, в общем, биткоин кэш, здесь он у нас уже вырос достаточно существенно. Вчера мы рассматривали его по 700. В моменте он достигал где-то 830. Ну, в общем, около 20% он прибавил. Здесь ничего особо не поменялось. Цели все те же, что во вчерашнем обзоре. До них еще довольно далеко. 978, я напомню, такая основная среднесрочная цель. Ну, и по поводу передобора. Здесь мне нравится озеркаливание или более глубокий уход. А это уровень около 750. Вот, это основное, что я хотел сказать. Не знаю, зачем я его взял. По-моему, просто хотел сказать, что он уже начинает подрастать и до целей идет. Давайте сразу идем дальше. Это эфир классик по отношению к тезеру. Здесь, несмотря на то, что график очень рубленный, в принципе, он, я думаю, что подвержен еще некоторому анализу. Здесь мы ранее уже много раз набирали эфир классик. Там и по 12, и по 11, и по 10. В общем, додержали, что радует. Сейчас он достиг уже всех основных целей. Что касается таких следующих целей, я думаю, что мы можем рассчитывать где-то примерно на высоту фигуры. А это около 24-25 долларов. Я бы поставил где-то на 24.80. Мне кажется, что это такая основная цель перед довольно существенной коррекцией. И впоследствии мы ее должны все же увидеть. Я думаю, что это в том числе может быть и ретест вот этой вот зоны около 17.50. И, собственно, практически всегда при коррекции к 17.50, я думаю, что бывает, будет хорошей идеей его там покупать даже без стоп-лоссов, даже при добавлении на более глубокой коррекции. Поэтому по эфир классик цель 24.80. Более глобальной я пока не ставлю, потому что эфир классик бывает очень сильно зависим от эфира того же. и он бывает очень сильно проседает на падениях биткоина, а потом очень долго собирается силами для восстановления. Поэтому тут я пока более глобальной цели не ставлю. И будем смотреть, что будет дальше. По поводу фиксации здесь, я думаю, что процентов 30, наверное, 40 можно зафиксировать, если, скажем, идет передобор вот здесь. Если у вас удержание с 12, скорее всего, все цели уже реализованы. Но если что-то осталось, то я бы фиксировал по 24. То есть вот так я сформулирую свою мысль. Далее это EOS. Вот здесь все прям тонко. Так, как мы с вами и прогнозировали. Действительно, сначала вот эта фигура выбивания стоп-лоссов вниз, то есть движение за вот этот вот диапазон, и потом взрыв наверх. Сейчас мы видим, что это уже 8 долларов. Я напоминаю, что конечная цель фигуры это где-то около 8.90. Однако, сейчас я бы, наверное, пилил эту цель на две части. 8.66 и 9.2. По поводу рыночного закрытия, ну, покрытия какой-то части, это можно сделать, либо можно просто стоп-лосс, если вы чисто работали по этой формации стоп-лосс, просто перенести где-то на 6.80 примерно и сопровождать сделку стоп-лоссом, либо, ну, опять же, там 30% позиции покрытия, ставить еще 30-30 вот сюда-сюда. Если говорить про долгосрочные перспективы, вы мои отношения к EOS знаете. Я до конца закрываюсь по 8.66 и 9.21, и пока в EOS возвращаться не буду, потому что слишком много он истрепал нервов. С учетом цен хода это будет уже 3x по цен, когда еще это было вот здесь, вот в этом диапазоне передобор вот здесь, и 3x, мне кажется, более чем достаточно с этой монетой на данный момент времени. Потом я, скорее всего, перейду просто на отработку сетапов. То есть инвестиционная идея как бы здесь завершится, и начнутся какие-то уже среднесрочные сделки со стоп-лоссами и, собственно, с реализацией каких-то конкретных целей. Как это было, в общем, по Ripple, то есть набор-набор-набор возле там 40 центов, потом покрытие по 98, и потом работаю просто по среднесрочным сетапам, чтобы не нарваться на какое-то резкое снижение и на очередные инвестиции по несколько лет. Следующее это у нас Stellar. Давайте посмотрим на него. Тут, ну, мы его уже много раз рассматривали, он там цель нашу просто подбил. И сейчас, я думаю, что основная цель набора, она лежит около 60 центов. Ну, и по тем сделкам, которые мы уже набирали, опять же, цели не меняются. Это 74 цента и 89 центов. И по 89 центов, опять же, лично я все вот эти долгосрочные сделки буду полностью закрывать и переходить на метод работы уже по сетапам. Вот. Это также будет уже последняя цель инвестиционная по XLM. Вот. А передобор, вот она, зона, около 60. Это и коррекция к основной линии тренда. Это и коррекция к ретесту вот этой вот зоны. Все. Следующая новая идея, как я и обещал, она будет в конце. Давайте посмотрим еще немного по Doggy Coin. Что у нас происходит здесь. Здесь мы видим, что вот эта вот зона, этот диапазон, мы его кучу раз уже рассматривали. Он пробился наверх. Там цена уже задела, наверное, все уровни. По отношению к биткоину еще исторический максимум не установлен. Однако по отношению к доллару уже установлен. Здесь на что бы я обратил внимание, наверное, прежде всего на ретест, на коррекцию к уровню около 169.170. От нее бы я взял. И, собственно, додержал до 221.260. Это, мне кажется, такая неплохая сделка относительно данный момент времени. Либо, ну, рынок, судя по тому, как он вышел из этой зоны накопления, судя по всему, он уже в рамках вот этого вот движения установит исторический максимум по отношению к биткоину. Однако здесь уже не так много осталось. Там до 200, даже до 300. Здесь еще осталось где-то процентов 40 только. А движение вниз, оно может быть более существенное. Ну, в общем, рынок здесь допускается. Я назову это так, даже несмотря на и так высокие котировки. Просто у меня большое сомнение, что его отпустят. И, скорее, здесь пойдут уже новый исторический хайп по отношению к BTC в том числе. Вот. Но, однако, если допустить, опять же, падение к 168, мне кажется, что здесь передобор неплохо выглядит. Так, давайте посмотрим следующую монету. Это BTC ST, монета, которая имеет достаточно большую историю. Там у нее, видимо, был сплит. И ее разделили на 6 частей, потому что она очень сильно упала. Гэпом сразу же. И здесь мы видим, что, опять же, покупатель работает по 31. Потом новая поддержка 52. И сейчас уже новая поддержка. Это около 78 долларов. Здесь обычно такая формация заканчивается тем, что немного поглубже сбивают стопы. Идут где-то там к 71. И впоследствии уже выход на новые максимумы. Здесь вот он гэп. Любители, кстати, позакрывать гэпы. Я слышал, что такие до сих пор остались в 2021 году. Ну вот. В общем, любителям позакрывать гэпы, пожалуйста. До 360 можете проторговать. В общем, суть в том, что здесь идея в том, что рыночная цена уже хороша. Да, возле 79-78. Дальше при снижении к 67. Я думаю, что это также будет неплохой добор. И, возможно, даже небольшой заход за 67. Здесь может произойти. Опять же, монета далеко не из топов. Поэтому на нее определять только небольшую часть капитала. Нужно обязательно. Вот. И также я напоминаю, что все котировки и все графики, которые мы рассматриваем, это все с биржи Binance. Там же я торгую сам. Ссылки на регистрацию на бирже есть в описании. Вы получите скидку 20% на спот и 10% на фьючерсы. Вот. А я, как обычно, напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. А свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока.